Повод для этой встречи особый. В зале люди с ограниченными возможностями здоровья. Раз в год сильные духа муссурийцы собираются вместе. Предлог – Международный день инвалида. Когда активисты общества получают благодарности и грамоты за вклад в жизнь округа. Этот день очень важный. Не зря же его мы сегодня отмечаем в 26-й раз. Каждый божий день. Год, вернее. Мы отмечаем этот день. Конечно, людям это очень важно, потому что это общение, это радость, что их помнят, что они не брошены, не запущены, как говорится, на самотек. Конечно, он очень важен. Очень. Люди с ограниченными возможностями здоровья – особая категория. Однажды жизнь каждого из них поменялась кардинально. Не просто учиться жить заново, но они смогли. Смогли справиться с возникшими трудностями. Инвалиды уссурийска объединены в общественные организации в зависимости от недуга. В уссурийске уже много лет активно работают общественные организации инвалидов. За эти годы ими проделана огромная работа по социальной реабилитации уссурийцев. Каждый, кто обращается, получает должное внимание и тепло. Существуют в уссурийске объединения и для юных уссурийцев с ограниченными возможностями здоровья. Именно в детстве очень важна социализация для таких детей. Центр реабилитации «Радуга» нацелен на развитие своих подопечных. С этого года действует новое направление – программа помощи родителям, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды. В нашем центре, в таком маленьком, небольшом, уютном, где вкусно, тепло, где царит любовь, проходят реабилитацию курсовую детки, от 3 до 18 лет. У нас много работает квалифицированных специалистов, которые помогают преодолеть все трудности житейские таким детям и таким семьям. С Международного дня инвалида традиционно стартует декада, когда люди с ограниченными возможностями здоровья коллективно посещают театры, концерты и кино. А в Уссурийске пройдет и Спартакеада, где уже заготовлены медали для победителей. В нашей команде есть очень сильные спортсмены, которые отстаивают честь края страны на паралимпийских соревнованиях.